В марте прошлого года Банк России запретил банкам продавать наличную валюту. Этот запрет изначально планировался на полгода, но уже в апреле 22-го его сняли. Обычные россияне вновь покупают наличку, но с определенными ограничениями. Сейчас банки имеют право продавать только те доллары и евро, которые поступили в их кассы с 9 апреля прошлого года. Они продают только ту валюту, которая есть в наличии. Обязанности продавать доллары и евро у банков нет. Поэтому в случае необходимости перед визитом в банк лучше заранее уточнить, возможно ли в нем приобрести необходимую вам валюту. Многие скажут, кому нужны наличные доллары и евро, и рублей-то нет. Путешественникам точно, ведь пользоваться российскими картами за границей сейчас практически невозможно. Правда, летающие за пределы страны регулярно выход нашли. Приобретают карты соседей Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и других. В турагентстве нам рассказали, что даже карточные туры в эти страны организуют. А те, кто путешествует к тому же морю пару раз в год, по-прежнему предпочитают наличку. К слову, на проблемы с покупкой туристы не жалуются. Единственная проблема, если вдруг неожиданно у нас кончаются на отдыхе деньги. Большинство стран, наши русскоговорящие представители, они открывают телеграм-чаты, в которых меняют рубли на валюту на местную. Естественно, они берут большой процент, то есть это не очень выгодно, но это вот такой экстренный вариант, если у вас неожиданно закончились деньги. И еще один нюанс. К примеру, в Таиланде нельзя обменять на местную валюту доллары, изготовленные раньше 2006 года. Так что при их покупке туроператоры советуют путешественникам быть внимательными. Ну а нам стало любопытно, действительно ли купить наличные доллары не составляет труда, и мы отправились в один из банков. Правда, стоимость валюты в разных банках разная, да и купить те же доллары можно больше, чем за 80 рублей. А то и дороже при сегодняшнем курсе в 76. Кстати, аналитики отмечают, что доля наличной валюты в руках населения продолжает расти. Россияне не прислушиваются к банкирам, твердящим о токсичности доллара, и приобретают валюту, если такая возможность предоставляется. И продавать то, что сейчас лежит под подушкой, готовы только задорого. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком.